Друзья, здравствуйте. Это очередное путешествие выходного дня. Если вдруг вы находитесь в Латвии, путешествие с Владимиром Волошиным. Это вилла барона Минхаузена. Час двадцать примерно занимает езда от Риги до усадьбы барона. Заходим, это практически самый вход. Местечко называется Дунте. Здесь карта того, что здесь можно увидеть, где можно погулять. Но мы приехали сюда с пятью детьми. Пятью, пять детей. Вход нам обошелся в 15 евро. Оплатили его и сейчас мы движемся на усадьбу барона Минхаузена. Выглядит она интересно. А вокруг усадьбы еще множество строений, которые примерно подведены под эпоху. Но это жилые и частные строения. Тем не менее, общая атмосфера очень даже похожа на эпоху барона Минхаузена. Дети у нас разноплановые от четырех до шестнадцати лет. Вход, смотрите. Мы входим. Это корзина воздушного шара. В этой корзине расположена девушка, которая продает билеты. Ну и всякую там всевозможную сувенирную продукцию. Ну, просто мы письмо писали, да? Он сказал, что он сегодня нас встретит. Да? Да. Ну, может, в средней комнате. В средней комнате ждет тебя. Пошли. В комнате нас ждет сам барон. Ой, смотрите, у них бобер. Бобер в маске, смотрите. Бобры все одели крутые маски. Смотрите, денежное дерево. Дерево, на которое выросла денежка, да? Значит, смотрите, что мы здесь видим. Во-первых, мы видим здесь локационное, очень интересное место. Во-вторых, здесь необычное количество реквизитов. Этими реквизитами здесь возможно создать настоящую сказку. И дети, конечно же, ждут эту сказку и ждали. Но если здесь нету аниматора, который занимается детьми, вся эта усадьба становится пустышкой. К сожалению, здесь очень-очень красиво. Но без экскурсовода, который с душой, с огоньком, вы не получите полноценные эмоции. Просто вы увидите какие-то реквизиты, какие-то тряпки, палки, какие-то чучела. И связать это воедино очень сложно. Если у вас работает богатая фантазия, то надо набраться терпения и фантазировать, фантазировать, фантазировать. Тогда дети будут увлечены. И в этой усадьбе можно провести около часа. Если фантазия у вас работать не будет в этот момент, я думаю, что посещение не более 15 минут вас займет. Обалденные ароматы, вид, картины. Честно, не понял для чего. Сломанные игрушки. Барон Мюнхгаузен страшный шутник. Натащил себе усадьбу бог знает чего, черт знает какой целью. Затейник. Поднимаемся на второй этаж. Второй этаж такой же странный, как вся усадьба. Здесь есть комната. Это рабочий кабинет Ивара Страутенша. Это владелец. Собственно говоря, сам затейник, который придумал все это, но, к сожалению, он покинул нас, ушел из жизни год назад. Это печально. И люди, в общем-то, в этот кабинет заходят отдать память этому человеку, который попытался из этого места сделать сказку. Ивар Страутенш выглядел вот так. А это его регалии. Он очень много отдал лет своей жизни для того, чтобы развивать это место. Посмотрим, будет ли она развиваться без него. Вот второй этаж. Музей и усадьбы выглядят следующим образом. Здесь огромнейшая коллекция пивных кружек. Вот мужикам она точно зайдет. То есть здесь все кружки всех производителей пивных. И кружка с любой страны мира. Это шикарная, богатая коллекция. Коллекция Ивар Страутенша, она, конечно, будет интересна. То есть мужчины здесь залипнут минут на 20. Это действительно интересно. Здесь можно найти редкие марки пива. И посмотреть, как вообще формировалась пивная кружка в веках. Это интересно. Но опять же, пока дети носятся, немного мужчины могут залипнуть здесь. Дальше коллекция бестолковых чучел, восковых фигур. Дети пробегают мимо этого. Взрослые тем более. Ну, стоят они и стоят. Хотя для кого-то это возможны эмоции. Для кого-то это, может быть, дали эмоции. Но нам, честно говоря, зашло не очень. Может быть, потому что мы здесь в пятый раз. Скажем так. Кстати, какие у вас эмоции от посещения и оформления усадьбы Милхаусена? Спускаемся вниз. Вот сам интерьер, он действительно шикарен. То есть он такой, как бы, намекает на какую-то сказку, которая вот-вот произойдет. Вот-вот и дети носятся по усадьбе и ждут этой сказки. Организаторы, пожалуйста, возьмите себе в штат какого-то аниматора. Он просто здесь необходим. Потому что из развлечений все, что вам здесь могут предложить, это посмотреть телевизор. Смешно, да, в 21 веке? Но, тем не менее, что здесь интересно, смотрите, здесь очень необычайный мультфильм про Милхаусена. То есть такой интерпретации Милхаусена, конечно, ты не увидишь. Поэтому минут так на пять мы заинтересовались этой версией мультфильма. Это конференц-зал. Но захотелось покинуть усадьбу и пойти прогуляться. Минхаусен красавчик. Будет здесь экскурсовод или аниматор, это будет волшебное место. И будет развитие у этого места. Не будет этого. Боюсь, что хорошего здесь ничего не будет. Реквизиты интересные, их много. Здесь даже много их. Ну, как и у барона Минхаусена. Что интересно, что на территории продается пиво с бароном Минхаусеном. А, кстати, есть вся информация о бароне Минхаусена. Ну, это для, наверное, пенсионеров. Все есть это почитать на досуге. На территории продается пиво Минхаусен. Оно очень интересно. Интересно тем, что это не пиво Минхаусена. Это обычный пейболгус и тервитесалус, на которые просто банально наклеена наклейка с бароном Минхаусеном. Вот такой он затейник. Локация. Смотрите, как красиво. Если фантазия работает, если родители подготовились к встрече к Минхаусену, например, скачали себе какие-то в гаджеты мультфильмов, информации, и, как в нашем случае, мы сами были аниматорами и экскурсоводами. И нам очень зашло. Хотя мы приезжаем сюда уже не в первый раз. У нас младшая Ника, 5 лет. Ее прямо сюда тянет. Потому что она каждый раз мечтает встретиться с бароном Минхаусеном. Каждый раз мы не встречаемся и приезжаем заново. Кафе на территории. Она очень интересна, хотя бы из-за сосветия ароматов. То есть ты в гуще вот таких цветов просто сейчас перекусишь. Легкие обеди. Надо сказать, готовится очень быстро. Девчонки шустрят, бегают. Где-то за 5-7 минут нас обслужили. Ну, потому что еда, скажем так, неприхотливая. Это позволяет сделать быстро. Ну, для перекуса, детского меню, почему бы нет. Из интересного все это нам обошлось в 16 евро. Представляете? На 5-ти человек. Дети были довольны. А взрослые тем более. Детская площадка, на которой мы побегали. Вход 3 евро. Если не ошибаюсь. Ну, она интересна. Это корабль «Ворона Мюнхгаузена». Мы потратили там свое время. А теперь наш лайфхак. За автоостановкой. Мало кто знает. Надо пройти за автоостановку прямо. И вы попадаете вот в такое интересное место. То есть, это просто дома, в которых живут фермеры, трудятся. Но они как могут их украшают. Потому что находятся в интересной локации. И это очень интересно. Здесь можно пофоткаться. Здесь можно насладиться. Так же, как на вилле «Ворона Мюнхгаузена». Находятся за автостоянкой. Вот. Видите? Вот там находится «Ворон Мюнхгаузен». Дальше за этими домами находится шикарный магазин. Тоже оформленный в стиле «Ворона Мюнхгаузена». Может быть, кому-то захотелось мороженого, прохладительный напиток. Или то, чего вы не найдете в кафе. Покупаем и движемся на пляж. Но смотрите, что мы делаем. Мы не нарушаем ничего. Мы просто не платим за проход к пляжу. Знаете, самая рекордная стоимость прохода к пляжу находится именно здесь. То есть, чтобы пройти нашей семье к пляжу, нам надо заплатить 15 евро. И мы бы заплатили, но не в этот раз. То есть, за автостоянкой, за магазин делаем левый поворот и идем на тропу бесплатно. Почему мы это делаем? Смотрите. Уже последние лет семь этой тропой никто не занимается. То есть, просто кто-то на входе поставил будку, берет деньги и не инвестирует их в это место. А это обычный проход к морю, который никто тебе не может запретить. Это даже не частная земля. Поэтому, если бы у вас была карта для многодетных семей 3+, если бы стоимость входа была бы, скажем, 5-7 евро, если бы вы развивали эту тропу, мы бы вам сказали да. Но с этого года мы решили не платить за проход к самому романтическому пляжу на море. Тропа, надо сказать, деревянная. Есть сеточка, чтобы вы не запоткнулись, чтобы на вас не прыгнула какой-то клещ, комарь, гусеница. Горожане очень боятся всех насекомых, поэтому эта тропа прям рекомендована для них. На пути нам встречаются всевозможные мотивы сказок барона Мюнхгаусена. Как я ранее говорил, мы накачали планшет, и когда мы подходили к какой-то вот такой вещи, мы рассказывали детям, откуда это и что. Это кит, вот он в мультфильме, видите. Да, интересно. И идем дальше. Примерно полчаса мы идем к морю. Здесь нетронутый лес. Здесь может быть все, что угодно. Животное, насекомое, комарчик. И он живет своей жизнью, вы своей, вы никак не пересекаетесь. Это настоящая дикая природа. Детям зашло. Населись как сумасшедшие. Они бежали к следующему повороту, ожидая, что за ним будет что-то. Итак, мы выходим к морю. Поймали бычка. Жарко, плюс 30. И бычки можно было ловить руками. А вы знаете, здесь один из самых красивейших пляжей Латвии. Да, 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 именно так. Если посмотреть по левую сторону, то можно сказать так, что я нахожу где-то даже в Италии. Здесь такая рваная линия с интересными растениями, с кучей камней. Вода безумно теплая, мягкая. И примерно 150 метров надо идти, видите, к морю, чтобы хоть к какой-то глубине прийти. Поэтому взрослые падают в песок, залипают. Песок нежнейший. То есть египетскому песку очень далеко до латвийского. Те, кто в Латвии, они это знают. И более того, здесь трава пахнет. Смотрите, какое количество здесь просто банально зеленого цвета. Да, порядка 16 тонн от зеленого цвета. Нежнейший песочек. И все это пахнет настолько, что ты просто засыпаешь. Это мягкий, сладенький сон на берегу реки. А детям в море мега безопасно. Ты можешь просто заснуть, дети наноситься в море. И это будет релакс выходного дня. Ты же вкалывал всю неделю. Ты устал. Ты хочешь тело отдохнуть. Отдыхай. А дети, детский смех есть? Значит, путешествие выходного дня удалось. Латвия не многолюдная страна. Если вы посмотрите налево и направо, то в радиусе 30 километров будет только ваша семья. Поэтому для вас природная локация. Вы отдыхаете на фоне замечательной отвиска природы и наслаждаетесь своей семьей. Что может быть лучше? Такого рода путешествия обходятся порядка 50 евро за выходной день. Туда будет включено проезд, питание, вход в музей. Ну, путешествие выходного дня с Владимиром Волошиным подходит к концу. Сейчас по традиции реклама. Самая позитивная страна Евросоюза. Оглонская базилика. Пилсермунский дворец. Топ нашей достопримечательностей. Наша кухня. Наш напиток. И лучшая строительная компания. Бригада Атима. Путешествие выходного дня с Владимиром Волошиным. Еще один маршрут в копилочку. Пока.